Сыграли две игры, довольно тяжелые у меня не получились. Как распределяли силы? Заметила, что во второй игре играли люди, которые в первой редко выходили. Силы распределили так, что у нас просто в первой игре двух ключевых игроков удалили за разговоры. Вопросы, конечно, есть, особенно по поводу второй желтой карточки Ивану Гончаруку после свистка. Да, мы все-таки играем в студенческий футбол, у нас не ФНЛ-2, чтобы за разговоры давать карточки и плюс еще удалять, топить команду, что во второй игре у нас просто не боевой состав. Я считаю, что это некрасиво. Ну, соответственно, на вторую игру мы подходили без двух игроков. У нас было семь человек в сумме. И, соответственно, мы более-менее распределили силы на второй матч и, в принципе, что-то постарались показать достойно. В игре против Айпетри потеряли очки впервые с начала чемпионата. Что можно сказать по этой игре? С чем связана потеря очков? Да, ни с чем. Просто забили столько мы, забили столько же противник 4-4. В принципе, им спасибо за игру. Хорошо они играли. И, как бы, ничего плохого сказать не могу. Единственное, вопросы к судейству, как всегда. Но, ладно, этот вопрос оставим, потому что, ладно, счет на табло, как говорится, поэтому без разницы. Ну, соответственно, мы реализовывали свои моменты, они реализовывали свои моменты, поэтому счет получился достаточно равный 4-4, достаточно богатый голами. Какая игра показалась тяжелее? Тяжелее, естественно, вторая игра показалась, потому что скамейка короче. Противник бился с нами. В первой игре такого не было. Ну, все равно, что-то чуть-чуть подрасслабились. После первой игры стресс какой-то, видимо, испытали. Первый раз потеряли очки. Шучу. На самом деле, спасибо всем соперникам. Хорошо сыграли. Спасибо им, спасибо нам. Все четко. Спасибо любимый с фейл. Вторая игра не далась. Сложно. Не далась. Амбиций. Спасибо.